Среди всеобщего уныния и безнадежных ожиданий в начале зимы 16-го года русские войска, прорывая глубокие туннели в снегах, карабкаясь по обледенелым скалам, неожиданно взяли штурмом крепость Эрзерум. Это было в то время, когда англичане терпели военные неудачи в Месопотамии и под Константинополем, когда на Западном фронте шла упорная борьба за домик паромщика на Эзере, когда отвоевание нескольких метров земли, густополитой кровью, уже считалось победой, о которой по всему свету торопливо бормотала Эйфелева башня. На Австрийском фронте русские армии под командой генерала Брусилова также неожиданно перешли в решительное наступление. Произошел «Международный переполох». В Англии выпустили книгу о загадочной русской душе. Действительно, противно логическому смыслу, после полутора лет войны, разгрома, потери 18 губерний, всеобщего упадка духа, хозяйственного разорения и политического развала, Россия снова устремилась в наступление по всему своему трехтысячеверстному фронту. Поднялась обратная волна свежей, точно не истощенной силой. Сотнями тысяч потянулись пленные вглубь России. Австрии был нанесен смертельный удар, после которого она через два года легко, как глиня на горшок, развалилась на части. Германия тайно предлагала мир, рубль поднялся. Снова воскресли надежды военным ударом окончить мировую войну. Русская душа стала чрезвычайно популярна. Русскими дивизиями грузились океанские пароходы. Орловские, тульские, рязанские мужики распевали соловья пташечку на улицах Солоник, Марселя, Парижа и бешено ходили в штыковые атаки, спасая европейскую цивилизацию. Все лето шло наступление. Призывались все новые годы запасных. 43-летних мужиков брали с поля, с работ. По всем городам формировались пополнения. Число мобилизованных подходило к 24 миллионам. Над Германией, над всей Европой нависала древним ужасом туча азиатских полчищ.